Бермудский треугольник И понеслось. Исчезновение американских самолетов и пилотов стало главным доказательством существования какой-то жуткой тайны в Бермудском треугольнике. Но так ли это на самом деле? Напомню, 5 декабря 1945 года эскадрилья, состоявшая из пяти бомбардировщиков-тропедоносцев типа Avenger, из 14 пилотов по таинственным причинам исчезла во время обычного тренировочного полета в ясную погоду над Спокойным морем. Сообщается также, что в радиопереговорах с базой пилоты будто бы говорили о необъяснимых отказах на авиационного оборудование и необычных визуальных эффектах. Мы не можем определить направление. Океан выглядит не так, как обычно. Мы опускаемся в белые воды и так далее и тому подобное. После исчезновения Avenger на их поиски был отправлен гидросамолет, который тоже вскоре исчез со всем экипажем. Высказывались и высказываются до сих пор различные версии исчезновения самолетов с экипажем. От выброса газа метана со дна моря, огромных блуждающих волн и ультразвука, до атаки НЛО, похищением пришельцами или морскими жителями затонувшей Атлантиды. Короче, одна версия интереснее другой. Но свое частное расследование по этому делу произвели два профессиональных исследователя. Бывший канадский военный профессор, доктор исторических наук Дэвид О'Кифф и американский кинематографист Уэйн Эбботт. И обнаружили много интересного. Для начала они выяснили, что все упоминания о неизвестных явлениях, якобы увиденных пилотами звена 19 во время полета над Бермудским треугольником, оказались фейком, придуманные журналистами, желтой прессы и уфологами, которые специально напустили тумана для придания этой истории большей таинственности. Без мистики не получится настоящая сенсация и не заработаешь на доверчивых читателях. Изучив все документы, опросив оставшихся в живых военных и гражданских служащих свидетелей тех событий, исследователи обнаружили непримиримые разногласия в рядах военных летчиков звена 19 во время того самого тренировочного полета, из-за которых у побережья Флориды и был устроен даже настоящий воздушный бой. Да-да, вы не ослышались, пилоты звена 19 настолько сильно переругались во время своего полета, что устроили у побережья Флориды настоящий воздушный бой. Так вот, наши исследователи выяснили удивительные подробности, о которых не рассказывают ни официальной власти, ни уфологи, ни журналисты. Оказывается, в полете между собой поссорились пилот рейса 19, капитан Эдвард Пауэрс и лейтенант Чарльз Тейлор. Они не смогли договориться о том, где находится, и Пауэрс, пользуясь, что он выше по званию Тейлора, принял командование на себя и приказал звену 19 не подчиняться приказам сумасшедшего лейтенанта и направить самолеты к восточному побережью Штатов. Звено развернулось и полетело к побережью. Черт возьми, если бы мы просто направились на запад, мы бы уже давно вернулись домой. В ответ взбешенный лейтенант Тейлор погнался за своим звеном и атаковал в небе почти у самого берега передний самолет Пауэрса и сбил его. Приказал развернуться остальным самолетом звена 19 и увел их обратно в море, где они просто рухнули в море, ведь закончилось горючее. Согласно обнаруженным документам, вся вина на гибель звена 19 лежала на лейтенанте Тейлоре. Родственники погибших требовали публичного разбирательства и наказания всех виновных. Но садиться в тюрьму из-за выходки лейтенанта никто не хотел. Поэтому в военных верхах стали затягивать дело и уничтожать улики. Но когда в расследование вмешалась и мать летчика Тейлора, имеющая, кстати, связи в Конгрессе в высших военных кругах, Тейлора тут же признали невиновным, а всю вину списали на погоду и на мистические особенности данного района. К шумихе подключилась продажная желтая пресса и вскоре стали массово появляться заказные статьи о паранормальных явлениях в этих прибрежных водах. Поговаривали, что таким образом спасли честь молодого лейтенанта и спасли от тюрьмы или отставки многих высокопоставленных офицеров. Эта история кажется фантастичной, но изучив все документы дела и проведя огромную исследовательскую работу, исследователи О'Кифф Эббетт даже нашли главного пожилого свидетеля тех событий по имени Грэм Стикелеттер. Он рассказал, как девятилетним мальчиком вместе со своим отцом, судьей штата Флорида, видел, как 5 декабря 1945 года в вечернем небе над побережьем Флориды был воздушный бой между двумя американскими модировщиками «Эвенджер». В итоге один из самолетов рухнул неподалеку от их дома, на песчаный берег и взорвался. Прибежав на место крушения, они обнаружили два тела летчиков ВМС США, о чем сразу же доложили местным властям. На место крушения тут же прибыли военные и оцепили место крушения и все побережье. Судьи тут же взяли письменные показания и попросили ничего не рассказывать прессе о случившемся. По воспоминаниям Грэма Стикелеттера, его отец, местный судья, не раз повторял ему, что рухнувшим тогда на их участок был один из пяти бомбировщиков звена 19, возвращавшийся с неудачного тренировочного полета в 1945 году. Старик Грэм Стикелеттер указал нашим исследователям точное место крушения того самого бомбировщика 5 декабря 1945 года на своем участке. Следователи с помощью помощников обследовали приборами само место крушения и ближайшие окрестности и действительно обнаружили множество мелких деталей от некого разбитого самолета типа «Эвенджер». Но их ждала и настоящая сенсация. Они обнаружили часть авиационного пулемета, сохранившийся серийным номером. Следователи обратились с запросом в военный архив, чтобы проверить серийный номер и узнать, на какой самолет устанавливали данный пулемет. Но командование ВМС США отказало им в этом, без всяких объяснений. И окончательную точку исследователям в этом деле так и не удалось поставить. В ходе частного расследования американских исследователей выяснились еще интересные моменты, подтверждающие ссору пилотов во время того самого трагического вылета. Так офицер отдела боевой подготовки на авиабазе Форт Лодердейл, лейтенант Артур Куртис дал следующие показания. Лейтенант Тейлор попросил меня заменить его каким-нибудь другим пилотом-инструктором, однако не привел никаких существенных доводов, кроме того, что просто не хотел лететь. И почему же Тейлор не хотел лететь? Завесу приоткрыл еще в 70-х годах 20 века директор школы дайвинга морской пехоты США Роберт Маркс. Открыто поговаривали, что перед самым вылетом лейтенант Тейлор был просто сильно пьян, еле стоял на ногах, поэтому и не хотел лететь. Напомню, лейтенант Тейлор был переведен в Форт Лодердейл незадолго до этого трагического полета. Он практически не был знаком с районом Багамских островов, что и привело в итоге к ошибочному предположению, что он пролетает над островами Флорида-Кис. Находясь в пьяном состоянии, Тейлор не мог установить, находится ли он над Атлантическим океаном к востоку от Флориды или над Мексиканским заливом к западу от полуострова, так как очертания островов и береговой линии он просто не знал. В результате, как выяснили исследователи, пьяный Тейлор много раз менял курс, водил за собой звено взад и вперед, постоянно отдаляясь все дальше и дальше на север от Багамских островов. Самолеты бессмысленно сжигали горючее тем самым, оставляя все меньше шансов на спасение. Не мудрено, что среди пилотов вскоре начались нервные перепалки ссоры, приведшие к бунту к неподчинению. Исследователи выяснили, что все разговоры о том, что лейтенант Тейлор был якобы опытным пилотом, оказались очередным фейком, специально придуманным уфологами, чтобы паранормальные версии исчезновения звена 19 казались более убедительными. На самом деле выяснилось, что во время Второй мировой войны в боевых действиях на Тихом океане и в Атлантике Тейлор дважды показал свою профессиональную непригодность как летчик, за что его даже пытались вообще отстранить от полетов. Он был вспыльчив, резок со своими сослуживцами, плохо ориентировался в полете, не следил за приборами, дважды разбил свои самолеты при посадке на авианосец, безбожно злоупотреблял алкоголем. Его сослуживцы вспоминали, что его редко видели трезвым на вылетах, на него даже пытались завести уголовное дело и выгнать с позором из армии, но из-за огромных связей его матери в высших военных кругах и в Конгрессе ему постоянно давали очередной шанс и возвращали в строй. А как же быть насчет исчезновения в тот же день спасательного гидросамолета, который вылетел на поиски звена 19? А в его исчезновении тоже нет никакой мистики. Вот для примера показания капитана третьего ранга Уильяма Лоренса, старшего помощника командира морской береговой охраны США авиации военно-морских сил Банана Ривер. В 21 час 12 минут я получил сообщение из Центра совместных действий в Майами о том, что в 19 часов 50 минут с парохода Гэйма Миллс наблюдали взрыв. Взрыв, как сообщалось, был сильным и столб огня держался в течение нескольких минут. Капитан парохода Гэйма Миллс заявил, что самолет загорелся в воздухе, быстро упал в воду и взорвался. И что члены корабельной команды видели огромное масляное пятно и многочисленные обломки. Но из-за высокой волны обломки не удалось поднять на борт. Так что же случилось со спасательным самолетом? Гидросамолеты-маринеры были прозваны летающими цистернами или летающими гробами, потому что в них всегда было много паров бензина, и украдкая раскуренная сигарета или какая-нибудь малейшая искра могли в любой момент вызвать страшный взрыв и гибель всего экипажа. Подобные трагические случаи с такими самолетами были не редкостью. Они постоянно взорвались в воздухе и падали в море. Кстати, австралийский исследитель Шейн Сатерли еще в конце 20 века обнаружил разбившиеся бомбировщики из Вена-19 на дне моря, недалеко от Флориды. Но власти до сих пор не хотят это признавать. Вот так, с легкой руки главного американского мистификатора 20 века Винсента Гадиса, история об исчезновении звена-19 из пяти бомбировщиков-торпедоносцев типа Эвенджер и превратилась в главную загадку Бермудского треугольника. По мнению наших исследователей, о которых я рассказывал выше, военные, чтобы избежать огласки гибели всего звена-19 по вине пьяного инструктора Тейлора, подкинули уфологам и журналистам желтой прессы историю про паранормальность Бермудского треугольника. И те, приукрасив и исказив реальную историю, выдали ее нам в мистической обертке. А мы и поверили. Вот и вся тайна исчезновения звена-19. Ну как, вы после этого еще верите в тайны Бермудского треугольника? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok